У кого на подоконнике нет такой орхидеи бедняжки? Будем разбираться. Старый цветонос, засохший, нужно отрезать. Куча чешуек от листьев. Можно было бы ее вот так вот разрезать. Ну, по же самым. Тут только больше корней. Можно было бы разрезать, омолодить, так сказать, вот так вот. Так можно сделать. Только вряд ли с пенька получится что-нибудь. То есть пенек поставить, и с него должна была бы была быть детка. Но с этого пенька вряд ли получится. Ну, посмотрим. Ну, все. И, в принципе, то же самое. Все. Поэтому он и не развивался. Потому что... Нет, здесь-то корни есть. Много хороших. Не знаю, хороших или нет, но нехороших тоже много. Сейчас пострижем. Стрижка. Стрижка. Пострижем, посмотрим, что останется, и будем решать тебе, что делать. Вот. Хвост-то длинный. Орхидея уже, слава Богу, сколько лет. Меньше пяти, наверное. Что-то не знаю. Ну, давно уже. Ну, это и хорошие корни, вот, зеленые. Здесь у торфяного стаканчика нет. Что нет? Торфяного стаканчика. Ну, да. Так это хорошо, да? Ну, да. Он слишком мокрый. Ну, вообще, вот эта орхидея, конечно, лучше себя чувствует. Здесь и кора более-менее. Ну, они так давно пересаживали, мне кажется, да? Так, ну, что нам с ней делать? Не, думаю, не будем мы ее омолаживать. То есть, делить напополам. Эти корни все ей вполне пригодятся. Корни хорошие. Чего она не развивалась, я не знаю. Вероятно, жизнь без удобрений. Ну, еще и листья немножко солнцем обожжены. Это для орхидеи тоже стресс. И она может обидеться и перестать развиваться. Такое бывает. Надо вот этот вот длинный хвост нам обрезать. До тех мест, откуда растут здоровые корни. По максимуму мы уже почти все сделали. Осталось убрать чешуйки шеи. И остатки цветоносов. Цветоносы надо обрезать сразу после того, как они засохли. Потому что, как она их отсушила. Потому что, если они засохнут, деревянные становятся. Очень сложно их взять. Ну, когда мы все обрежем вот эти сухие, мы уже увидим хотя бы картину, что мы имеем. Что мы маем. Маем, а шумаем. Убрали остатки шеи сухих листьев. Замочили. Она хорошо попила. Листья деформированы. Это ожоги от солнца. Летом нужно орхидею убирать с прямых солнечных лучей. Чем-то притянять. Много способов. И у меня на канале тоже много способов. Сейчас будем сажать в керамзит. В керамзите орхидеи хорошо развиваются. Наращивают корни. Что же не хватает этой орхидейки? Ей не хватает цвета и удобрения. Поэтому, я думаю, если сейчас поставить ее на хорошее освещение, на подсветку было бы вообще идеально. дать нормальное удобрение, то все у нее будет хорошо. И надеюсь, как она будет цвести, на канале покажу. Продолжение следует...